Донбасс Так называемая прокуратура ЛНР Заявила, что задержанный раскаялся И активно способствовал раскрытию Расследованию преступления Поэтому его заключили на 6 А не на 13 лет, как это обычно Делает группировка в отношении Так называемых шпионов По данным офиса уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Незаконное вооруженное формирование Удерживает в донецких и луганских тюрьмах 300 граждан нашей страны Большинство из них Это 223 человека Удерживаются на неподконтрольной Донечине Еще 77 человек удерживают В тюрьмах так называемой ЛНР Я напомню, что 300 Это число людей, о печальной судьбе которых Точно известно Ведь есть еще десятки, если не сотни Людей, которых попросту нет в базах данных Их нет в списках Еще минимум 258 украинцев Числятся в списках Пропавших без вести Но пока украинская комиссия по поиску пропавших Не может полноценно работать У нее нет доступа к неподконтрольным территориям По данным омбудсмена Людмилы Денисовой За период перемирия с июля 2020 года В тюрьму Ордлу попали 70 человек И речь идет о тех, кто были взяты в плен Либо осуждены за шпионаж в отношении Украины И я так полагаю, что мужчина Осужденный ЛНР, о котором я говорил в начале Еще не попал в базу данных омбудсмена Это и к тому, что события развиваются очень стремительно Людей в Ордлу чуть ли не пачками ловят Незаконно осудят Ну и попросту шьют им дела И снова здравствуй, русский мир, как говорится Сегодняшний день российская сторона Оккупационные власти этих территорий Они придумывают разные причины Чтобы игнорировать процесс переговоров По поводу возвращения Или, как говорят, обмена всех на всех Ничего не происходит Абсолютно От слова совсем Последний это был, когда Весной 2020 года И это больше ничего не произошло То есть находят разные отговорки Что какие-то процессуальные очищения не произошло Еще что-то То есть у них этих граждан 300 человек Во время недавней предконференции Президент Зеленский сказал, что Украина Через президента Турции Эрдогана передала России список Из 450 украинцев Которые удерживаются на Донбассе В России и в оккупированном Крыму В Кремле отказались комментировать эту информацию Одновременно украинская делегация В трехсторонней контактной группе Призвала Россию самопровозглашенные ЛНР и ДНР Допустить представителей Международного комитета Красного Креста К заключенным в Донецке и Луганске Как вы понимаете, результата нет На первый план снова выходит политика Большая политика Пока сотни простых украинских семей Ждут возвращения своих жен, мужей, отцов и матерей Друзья, напоминаю вам, что ваш комментарий, лайк и подписка Помогают продвигать наш канал Спасибо за доверие И до встречи